Безаконное изъятие органов. Неужели известного трансплантолога подозревают в хищении органов? Известны ли подробности шокирующего скандала? Об этом и не только. Сегодня в Информбюро. Добрый вечер. В студии Наталья Райма, моя коллега Аида Барантай. Айр Лагеш. Посмотрите сегодня. Требуем извинений. Неужели беременных женщин вновь обмануло государство? Речь идет о дородовом пособии. Там была сумма значительно меньше. Почти на 600 тысяч. Действительно ли размер выплат сократили? Почему? Как чиновники комментируют изменения? Все прозрачно. Как изменились правила для желающих поступить в магистратуру? Гранты будут распределять не в вузах, а в центре тестирования. Известны ли топ популярных профессий среди выпускников? Гранта медицина, подготовка к члену иностранного языка. Сколько абитуриентов претендует на бесплатное обучение? Скорбим и помним. Ровно год прошелся дня смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена. Люди с утра несут цветы к месту трагедии. В центре города спокойно можно стекла снять и вообще напасть на человека. Что изменилось с тех пор? Добились ли казахстанцы реформы МВД? И что происходит в эти минуты? Наш корреспондент Ардак Камал выйдет на связь с места трагедии. Чему учат детей в вузах? В Шимкенте в одном из университетов обнаружили наркопритон. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Где именно он располагался? И кто был организатором? Казахстанские женщины вновь обижены. Будущие мамы испытали большое разочарование, узнав, что им сократили размер единовременной выплаты по беременности и родам. Алматинка Карлыгаш Алда Назарова выяснила это совершенно случайно. Она посчитала размер по принятой ранее формулы, а по факту получила на 800 тысяч деньги меньше. Почему на матерях опять экономят, выясняла Ардак Камал. Айгирим Сексенбаева в ожидании рождения второго ребенка. С 1 июня она вышла в декретный отпуск, предварительно рассчитав размер пособий по информации на сайте ЕГОВ. Там было указано, что размер декретной выплаты связан с размером минимальной заработной платы, которая равна 42 500 тенге. И эту сумму надо умножить на 10. Но Айгирим по факту получила гораздо меньше. Женщина может получить в размере 10 МЗП. То есть на 2019 год это составляет примерно 1 606 000 с копейками. Я рассчитывала на эту сумму, исходя из своих доходов. Но по факту, когда я уже подала документы в ЦОН, и через буквально неделю или сколько там, может 10 дней, деньги попали мне на карту, там была сумма значительно меньше, почти на 600 тысяч. В Алматинском филиале Государственного фонда социального страхования пояснили, в закон были внесены изменения. Так что с этого года МЗП 42 500 тенге умножается не на 10, как раньше, а на 7. Затем еще умножается на коэффициент 4,2. С 8 января 2019 года в законе об обязательном социальном страховании внесли изменения именно в статью 15. То есть 42 500 в этом году, 7-кратно это 297 500. Свыше этой суммы не берется доход. В основном беременные у нас в связи с этим и возмущаются. Это уже второе понижение выплат для мам. В 2013 году чиновники сократили размер единовременного пособия по беременности и родам. Тогда женщины выходили с плакатами, но своего так и не добились. С чем связана такая экономия на этот раз, неизвестно. В фонде социального страхования лишь сообщили, что узнать точный размер выплат и получить достоверную информацию можно лишь в их центрах. Тем временем правительство утвердило долгожданные правила погашения кредитных займов для многодетных и малоимущих семей. И до 13 сентября фонд проблемных кредитов должен отчитаться перед Нацбанком и Министерством труда о списанных задолженностях. Задолженность по беззалоговым потребительским займам погасят многодетным семьям, семьям, которые получают выплаты по случаю потери кормильца и имеющим детей инвалидов, а также инвалидам детства. В этой же категории получатели адресной социальной помощи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Но есть условия. Общая задолженность не должна превышать 3 миллиона тенге и размер погашаемой суммы, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения. Не должен выходить за рамки 300 тысяч тенге на одного заемщика. Сейчас в Министерстве труда формируют список таких лиц, потом документ направят в кредитное бюро, далее в банки второго уровня и микрофинансовые организации. Кредиты, переданные в коллекторские агентства, списанию не подлежат. Кстати, в первую очередь будет погажена задолженность по займам с наибольшим размером годовой эффективной ставки, во второй с наибольшей задолженностью по основному долгу и вознаграждению, и в третью с наиболее ранней датой заключения договора. Не бейте меня! Девушки в футболках с такой надписью или плакатами в руках вышли на улицы в разных городах Казахстана. Появились и билборды с фотографиями избитых женщин с таким же призывом. Кто эти девушки и чего они добиваются? Нашим корреспондентам удалось записать интервью. У меня есть подруга, которая коснулась несчастья. Я хочу ее поддержать. Движение «Не бейте меня!» проходит во всех крупных городах страны. Таким образом, активистки протестуют против бытового насилия в семьях. Девушки говорят, что в нашем обществе эта тема табу, и пришло на конец времени открыто говорить о ней. Но оказалось, не все готовы к откровенности. Более того, некоторых казахстанцев откровенно злит флешмоб. Активистки рассказали об агрессивной реакции. Например, в Шимкенте пожилая женщина даже плюнула под ноги активистки. А мужчина отругал за неприличное поведение и заявил, что говорить о таком стыдно. Известного казахстанского трансплантолога Гани Куты Муратова подозревают в незаконном изъятии органов. На врача завели уголовное дело по соответствующей статье, а также за участие в транснациональной организованной группе. Вот уже почти три месяца медицинский работник находится в СИЗО. Еще его коллеги и пациенты не верят в причастность доктора к преступлению и просят хотя бы на время расследования отпустить его из-под стражи с подпиской о невыезде. Я не берусь судить о юридической стороне этой проблемы. Я просто хотел сказать, что доктор, коллега Гани Куты Муратов, он не представляет опасности для общества. И на период следствия нет необходимости держать его в следственном изоляторе. Программа по трансплантологии действует в Казахстане с 2012 года, когда впервые была проведена операция по пересадке сердца. Гани Куты Муратов специализировался на трансплантации почек и провел за 7 лет более 340 операций. На очереди за новыми почками находятся 2500 казахстанцев. Им наравне с теми, кого успешно прооперировали, нужна консультация специалиста. Выбирая доктора, к которому они пойдут, они доверяют свою жизнь. Несмотря на то, что есть у нас и нефрологи, которые нас ведут, и другие специалисты. Но все тонкости нашей операции, все тонкости нашего состояния здоровья знает наш трансплантолог. Чему учат в наших вузах? Шемкенские полицейские заявили, что прикрыли наркопритон, который действовал в спортзале одного из университетов. Само по себе я подразумеваю, что альма-матер собирались группы для употребления наркотиков. Судя по оперативному видео, речь идет о курении на шее. Полицейские называют это наркотическим веществом растительного происхождения. Кто торговал наркотиком в стенах университета и как долго действовал такой притон, не говорят, ссылаясь на тайну следствия. В университете информацию комментировать тоже отказались. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 302 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Для желающих получить степень магистра изменились условия поступления в ВУЗы. Теперь распределят гранты на бесплатное обучение будут не в университетах, а в центрах тестирования, как на ЕНТ. Сегодня в Национальном центре тестирования собрали журналистов и рассказали о порядке присвоения грантов и уровне секретности во время подготовки тестовых заданий. В центре национального тестирования после крупного коррупционного скандала и прихода нового руководства решили ознакомить журналистов с процедурой создания тестов. Для подготовки ЕНТ в этом году привлекали 150 разработчиков. Ежегодно база тестов обновляется на 30%. Все этапы проверка вопросов, печати и транспортировка проходят в строгой секретности, куда допускаются только уполномоченные сотрудники. Если его хоть раз вскрывать, то выходит надпись «Стоп вскрыто». Заново его заклеить уже, может, клеим, возможно, но уже будет видно, что его уже однажды вскрывали. Сейчас, после окончания основного потока ЕНТ, происходит самая главная процедура перед учебным годом – распределение грантов. На бесплатное обучение в вузах на сегодня претендует более 57 тысяч человек. Наиболее популярная группа образовательных программ – это информационная технология. На нее сдали 6391 претендентов, свои заявления. Ну, вот на топ-5 вы можете посмотреть, что это медицина, подготовка учителей иностранного языка, учителей физкультуры и градостроительства, строительные работы и гражданское строительство. Следует отметить, что бывшие когда-то популярными, допустим, специальности права, туда входит международное право и респонденция, и таможенное дело, подали всего 1097 человек. Заявки на грант будут приниматься до вечера этой субботы. Все документы внедряются в общую онлайн-базу, где отображаются данные абитуриентов. Такой же открытый конкурс в этом году планируют внедрить и по грантам на магистратуру. Вместо вузов распределять квоты будет центр тестирования. Экзамен теперь проходит по трем предметам – иностранный язык, критическое мышление и группа профильных дисциплин. Если ранее претендентам на грант необходимо было ответить правильно хотя бы на половину вопросов, то в этом году достаточно набрать по 7 из 30 баллов за критическое мышление и предмету по специальности. Зарина Беремкул, Дидар Елеов, Информбюро, Нур-Султан. В Китае из-за проливных продолжительных дождей в водяную ловушку попали почти 300 человек. Основная часть – это школьники и малыши. Спасатели в городе Чанде в провинции Хунань весь день проводили операцию по спасению. В результате внезапного наводнения, которое обрушилось на город, в школьных автобусах застряли 285 человек. Проливной дождь, затопив улицы, парализовал движение автотранспорта. Город получил рекордное количество осадков – до 175 мм. Школьные автобусы попали в ловушку и подобраться к ним было невозможно. Спасателям пришлось выстроиться в цепочку и передавать друг другу детей. В итоге спасли всех. Вы смотрите Информбюро. Ровно год назад не стало знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена. Его убили на улице в центре Алматы. Спортсмен пытался остановить преступников, которые похитили зеркала с его автомобиля. Живое ранение в бедро оказалось смертельным. Сейчас на месте гибели спортсмена установлен мемориал. Сегодня с утра люди идут туда. Они приносят цветы в память о молодом и талантливом бронзовом призёре зимних олимпийских игр в Сочи Денисе Тене. В эти минуты на месте общей скорби находится наш корреспондент Ардак Камал. И она выходит с нами на связь. Ардак, добрый вечер. Как много людей пришли к месту гибели Дениса Тена? Что там сейчас происходит? Добрый вечер. Любей пока не очень много. Но с самого утра сюда приносят цветы и свечи. Основная масса только собирается. Среди поклонников таланта Дениса Тена есть и взрослые, и дети. Многие из них признаются, что даже спустя год не могут поверить в такую трагическую смерть. В память о нём 7 ноября в Алматы была открыта мемориальная доска. И она установлена на доме, где родился и жил спортсмен. Создан общественный фонд Дениса Тена, который реализует проекты спортсмена. А в феврале этого года вышел документальный фильм о нашем любимом спортсмене. Также алматинцы признаются, что любят и гордятся им. Я сегодня пришла специально с работы. Вот сейчас у меня там перерыв обеденный. Мы с подругой договорились. Я не видела его концерта, но я всегда за ним наблюдала. Я всегда им гордилась. На Олимпиаде я очень болела за него. Центр города, я здесь недалеко живу. И опасно очень ходить. Я считаю, что властям надо как-то более строго за этим следить. И полиции тоже. Что это в центре города спокойно можно стекла снять и вообще напасть на человека. Писали по поводу того, что на этом же месте сняли у какой-то девушки в точности также эти зеркала. Но, к счастью, она просто не кинулась. Это какая? Вообще ничего это. За убийство Дениса Тена осудили Армана Кудайбергенова, Нурала Кьясова и Жанар Тулубаеву. Мужчины получили по 18 лет тюрьмы. И они должны отбыть свой срок в учреждении максимальной безопасности. Жанар Тулубаева осудили на 4 года. За решеткой она родила ребенка. Смерть фигуриста возмутила жителей. И они выступили против работы правоохранительных органов. Общественники требовали провести реформу в МВД. Реформа произошла. Однако рейды по торговым точкам, где продают автозапчасти, были разовыми. И на ситуации с кражей автозапчастей особо не отразились. Наталья. Спасибо. Арда Камал напомнила нам о том, что изменилось после гибели Дениса Тена. Сегодня ровно год со дня убийства знаменитого фигуриста. Акима Трудного все же признал, что скандально известное колесо обозрения на самом деле китайского производства. Правда, выяснилось в специализированном межрайонном экономическом суде. Там сегодня прошло первое судебное слушание. После кадров, снятых очевидцами, где кабинки переворачиваются в воздухе, общественники потребовали демонтировать аттракцион. Они изначально были против сооружения колесо стоимостью 330 миллионов тенге. Колесо обозрения made in China. Сегодня это впервые признал представитель Акимата Рудного. И в этом не было бы ничего плохого, если бы ранее чиновники на голубом глазу не уверяли, что аттракцион произвели в России. Сначала в Волгограде, потом в Петербурге. Данное колесо обозрения было произведено в Китае, поставлено в город Рудин, монтирована в силу неподрядной организации. Работы выполнены в соответствии с проектом, эффект не имеется. Именно высоким качеством и российскими стандартами безопасности, видимо, оправдывали власти космическую для рудного стоимость аттракциона 330 миллионов тенге. Общественники были против установки колеса и, видимо, не зря. Ведь он даже поработать как следует не успел. В сети стали появляться кадры с переворачивающимися на ветру кабинками. Эксплуатацию аттракцион остановили, общественники подали в суд на Акимат. Сегодня чиновники и подрядчик пытались убедить суд, что даже впервые видят технадзор. Когда что мы делали на объекте? Сентябрь, октябрь? Я вот этого не понимаю. Как вы находились на данном объекте? Хорошо. Процессы сцепления колеса, уплотнения грунта, было выявлено? Нет. Чтобы выяснить, действительно ли колесо опасно, провели экспертизу. Правда, вопрос о безопасности суд перед экспертом почему-то не поставил. Специалист подтвердил зацеп кабинки только по первому видео, где видно, что открылась дверца. Второй инцидент эксперт отказался комментировать. Все конструкции, лазил, там ходил, смотрел, что явных свидетельствующих фактических данных, что она находилась ранее в эксплуатации, я не установил. Дорогостоящий траксон в 330 миллионов сразу вызвал у жителей Рудного протест. Разве может провинциальный город с разбитыми дорогами и устаревшим медицинским оборудованием в больницах позволить себе такую роскошь? Как оказалось, вполне, еще и с вертящимися вокруг своей оси кабинками. Большой вопрос вызывает и ранее озвученная стоимость. Нам удалось связаться с фирмой-изготовителем. На данный момент цена этого аттракциона – 215 тысяч долларов. А это почти вдвое меньше, чем заявила Кемат. Нина Шапо, Алексей Краснов, Информбюро, Костанай. Режим обезвоживания. Сразу несколько городов и поселков Карагандинской области в сильную жару остались без воды. И это при том, что спасатели призывают людей быть осторожными в связи с аномально высокой температурой. В чем же проблема и как ее решают, выясняла Людмила Батюшкина. И вот сейчас просто вот здесь вот я проведу. Вот. Вот. Это я чуть-чуть провела. Жительница поселка Дубовка Людмила Ногина показывает, какая вода идет из местного водовода. Хотя идет – это громко сказано. Она бывает ночью, тонкой струйкой и на нижних этажах. С 2003 года началась программа «Акбулак». И по 2011 год ушло у нас денег на водопровод, реконструкцию водопровода 400 миллионов тенге. Деньги были освоены, но работы были не выполнены. И мы сидим до сих пор без воды. Но, тем не менее, каждый год отчитываются. По словам Людмилы Ногиной, районные власти снова разработали проектно-сметную документацию уже на 150 миллионов тенге. Активистка уверена, что она завышена. А поставщик воды скрывает истинную причину перебоев. Аким Селодубовка обвиняет в этом самих жителей. Многие жители присоединились от центрального колодца без счетчика к домам для полива огорода. На сегодняшний день около 19 домов уже отсечены контролёрами. На отсутствие воды жалуются население Шахтинска, Сарани, посёлков Кушакы, Уштаби, Осакаровка и других с разных уголков области. «Отвечает, нам ли разрешают включать, потому что полопаются трубы, не выдержат». «Но деньги берут исправно». В управлении энергетики и ЖКХ считают, что главная причина – та же. Из-за жары население больше расходует на полив. Что касается реконструкции сетей, то её, мол, проводят поэтапно. А на десятки лет она растягивается из-за нехватки финансирования. «Не учитывается рельеф местности. Вот эти факты имеются, когда находится скала, находятся какие-то здания, сооружения. По дороге он проложил трассу, а там дом стоит. Нормально проектируют? Да. Или когда проектируют, например, этого дома не было». Президент поставил задачу к 2023 году обеспечить водой на 100% населения страны. Карагандинские власти уверяют, что им эта задача посильна. А верить или нет – вопрос выбора. «Должны давать на полив огородов, вода не идёт». Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Что общего между Косым Жемартом Тукаевым и Дональдом Трампом? Где покупают галстуки казахстанский президент? Много неформальных вопросов и нетривиальных ответов в фильме «Президент 2.0» на 31-м канале уже в это воскресенье. Так необходимым на переговорах о высоком и не очень. Да, я люблю анекдоты. Но, к сожалению, на телевидении не все анекдоты расскажешь, там же слова есть разные. И всё-таки Косым Жемар Тукаев рассказал один из своих любимых анекдотов, да ещё и вернул пикантное словечко. Поделился президентой своими впечатлениями о скандальном рэпере с криптоните из Павлодара, а ещё рассказал о том, как реагирует на лесть подчинённых. Ответил на вопрос, почему считает, что грузинский способ борьбы с коррупцией казахстанцам не подходит. Много интересной информации, занимательных фактов о Косым Жемар Тукаеве впервые на казахстанском телевидении в фильме «Президент 2.0» в это воскресенье в 22.00. Американский сенатор призвал ФБР проверить на безопасность российское приложение FaceApp. Лидер демократической партии в Сенате США утверждает, что программа, созданная российским разработчиком, может представлять угрозу национальной безопасности США. В последнее время это приложение стало особенно популярным из-за челленджа в социальных сетях. Известные люди, да и простые пользователи, меняя свою внешность на фотографиях, состарив себя или наоборот, сделав себя молодым. Лидер демократов в Сенате США обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой проверить FaceApp. Чак Шумер считает, что российское мобильное приложение, позволяющее редактировать фото пользователей, старить, омолаживать, менять внешность, может представлять серьезную угрозу для национальной безопасности. Программа запрашивает доступ к личным данным пользователей. Шумер опасается, что эта информация недостаточно, защищена и неизвестно, кому может быть передана. Разработчик FaceApp, базирующая в Петербурге компания Wirelab, ее основатель, бывший сотрудник российского поисковика Яндекс Ярослав Гончаров, приложение, запущенное еще в 2017 году, переживает сейчас новую волну популярности и насчитывает, согласно официальному веб-сайту, свыше 80 миллионов активных пользователей. В компании утверждают, что хранят все данные на облаке в течение 48 часов и не передают третьим сторонам. Daily Telegraph протестировала приложение и увидела в нем возможности для мошенничества и хищения личных данных. Если учесть, что вскоре мы будем пользоваться технологиями распознавания человека по лицу в таких обычных делах, как доступ к банковским услугам, шоппинг и даже запуск двигателя автомобиля, то возможно было бы неразумно давать кому-либо разрешение воспроизводить или вносить изменения в изображение наших лиц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА